Вот здесь вот прорвало и всё вверх льло. Как вспоминает хозяйка, за несколько часов квартира превратилась в настоящую парилку. Но чтобы вызвать аварийную бригаду, управляющей организации пришлось потратить немало времени. Двое суток ждали слесаря. Слесарь пришёл и говорит, прокладок нет. Поезжайте сами прокладки ищите, а я инвалид второй группы. Несколько дней пороги управляющей компании «Союз» пришлось обивать сыну. Кое-как дождались сантехников. Они пришли и говорят, мы сейчас воду перекроем, напишем, 105-я квартира. Виновата, что вода перекрыта, и вам все выставят счёт за это. В итоге они воду не смогли перекрыть, пришлось, они бы не делали. Один вообще там сидел, один только сантехник делал, с такими матами. Такое поведение сотрудников директора компании оправдывает нерентабельностью дома и нехваткой рабочих рук. Им, может быть, не нравится отношение моих коллег к ним самим, как к жителям. Но это только из-за того, что у нас очень убыточный дом, я могу привести цифры, 208 тысяч на сегодняшний день убытков у меня от этого дома. Но, как выясняется, претензии к жилищной организации не только у жильцов пятой квартиры. Марина Сысоева утверждает, подъезды не убирают месяцами, большая проблема подключить отопление. А всё потому, что вот уже два года они не могут заключить договор с управляющей компанией. Они отказываются от данного процесса. То есть мы просили договор хотя бы в виде обсуждения. Единственный раз нам выкатили после месячного обращения, был предложен стандартный договор из интернета, без всевозможной шапки, где нету от кого, кому данный договор. Просто выкатили абсолютно неизменённую из интернета эту форму и предсказали, вот читайте. Управляющая компания парирует, мол, и вовсе хотели отказаться от этого дома. Тариф за обслуживание всего 6 рублей с квадратного метра. К тому же в доме невозможно собрать всех жильцов и найти компромисс. Однако на совещании с первым заместителем мэра недобросовестные компании получили строгий выговор. Раз взялись управлять домами, так надо учиться договариваться с жильцами. По самым большим обращениям граждан МКС Новосибирск спас дом и компания Зальцовская. За 9 месяцев вывод характерен. Я этим трем компаниям тоже говорю, будет рост по итогам года, будем делать выводы. Мы уже будем делать выводы по отношению к вам, как к управленцу. Между тем в департаменте энергетики ЖКХ составляет рейтинг управляющих компаний. Из 68 организаций на участие подали заявку только 20. Такого у нас еще не было на протяжении трех лет. И скорее всего у нас будет два, может быть три, может быть один лидер. Предыдущие два рейтинга мы подводили, лидеров у нас не было. Сейчас показатели достаточно высокие и все будет зависеть от того, насколько достоверную информацию предоставили нам управляющие организации. На первых позициях скорее всего окажется компания, обслуживающая дома 4 и 6 микрорайонов. Здесь считают, людям должно быть комфортно не только во дворах, но и при оплате коммунальных платежей. У кассиров установлено современное банковское оборудование. Здесь же подробная информация, с какой проблемой куда обращаться. И в отличие от жилищной организации «Союз», эти управленцы нашли общий язык с общественностью. У нас очень честное взаимодействие со старшими подавами, которые мы выбрали на общих собраниях, где сейчас они участвуют полностью с нами в приемке работ, в контроле – это самое главное. Влажная уборка два раза в месяц, сантехник и электрик по первому звонку. В общем, все как положено. Во-первых, все у нас побелено, покрашено, подъезды моют, особенно работают дворники. Мы им благодарны, никого не дадим в обиду. Обслуживание домов в возрасте не отличается от новостроек. Дворники и за порядком следят, и за клумбами успевают ухаживать. Управляющих компаний в Новосибирске много, и у каждой свой подход к работе, но именно собственникам выбирать, у кого заказывать услуги.